Приветствую вас, уважаемые зрители, меня зовут Роман и сегодня мы поговорим о так называемых резаных. Нужно сказать, что в общедоступных источниках информации поразительный разброс мнений о денежном обращении Руси в домонгольский период при минимуме фактического обоснования. Поэтому я буду говорить только о тех резаных, о том нумизматическом материале, который я сам видел, не интерпретируя его с точки зрения одной из распространенных общепринятых теорий. Ну и в комментариях к одному из предыдущих роликов просили рассказать о резаных, и я был очень рад, когда мне представилась возможность самому увидеть и показать вам вот этот вот мини-комплекс резан 8-9 века. Чем же он так интересен? Во-первых, хорошей сохранностью. Монеты выглядят так же, как в кошельке Урусича 1200 лет назад. Во-вторых, это все половинки Дерхемов и Басидов, и на 4 из 5 полностью вошла дата. 156, 158, 160 и 175 год Хиджуры, то есть конец 8 века. На пятом видна только первая цифра, 200, но особенности надписи позволяют отнести его к правлению Аль-Мамуна и чеканке 217 года Хиджуры или 839 года от Рождества Христова. Таким образом, можно с большой долей уверенности говорить о времени обращения на Руси данных конкретных резан. Это 840-е, 850-е годы. В-третьих, скорее всего, это типичное содержимое кошелька рядового Русича. Порассуждаем о том, что тогда можно было купить на эти деньги. Понятно, что точный эквивалент установить невозможно, и речь идет о примерных величинах, ну, в лучшем случае, с точностью до порядка. Из документа «Русская правда», датируемого XI веком, известна цена некоторых животных в те времена. Кобыла 60 резан, корова 40 резан, теленок 5 резан. Нужно учитывать, что поток серебра с востока к XI веку сильно уменьшился, и серебро ценилось существенно выше, чем в IX веке. И предположу, что в IX веке корова стоила резан так 100, а сейчас она стоит примерно 50-60 тысяч рублей. То есть при пересчете через корову одна резаная эквивалентна примерно 600 рублей. Зайдем с другой стороны и пересчитаем резаную через золото. Вес средний резан примерно полтора грамма. Золото к серебру в IX веке меняли по курсу 1 к 12. Таким образом, резаный эквивалентна 1,8 грамма золота. При нынешнем курсе это примерно 400 рублей. Ну, как-то сходится, да? То есть в этом кошельке «Русича» у нас эквивалент 2-3 тысяч современных рублей. А у вас в кошельке сколько на текущие расходы? Похоже, мало что изменилось, да? Итак, резаный – это 500 рублей. Тогда целый дирхем – 1000. Но целые дирхемы у нас встречаются намного реже, чем половинки и четвертинки. Ну и что, тысячи были маловостребованы? Рискну предположить, что дело в другом. Скорее всего, целые дирхемы утекали при торговле обратно на восток, так как были ликвидны там. А половинки и четвертинки оставались в обращении. Не удивлюсь также, если дирхемы ломали специально и по приказу правителя, по княжескому приказу, там, например, да, чтобы воспрепятствовать оттоку серебряной монеты из оборота в данном конкретном княжестве. На этом сегодня все. Я прощаюсь с вами. Задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok